В праздник воздвижения Креста Господня епископ Славгородский Каменский Антоний совершил богослужение в храме апостолов Петра и Павла в Славгороде. Накануне вечером в этой же церкви состоялось сеночное обдение с чином воздвижения Креста. И прихиальная пресс-служба прислала свой материал об этом богослужении. В день крестового сдвижения вспоминают, как равноапостольная царица Елена после долгих поисков обрела в Иерусалиме Крест Господень. После удостоверения в том, что найдено распятие именно то, на котором был распят Христос, крест был воздвинут, высоко поднят перед всем народом, чтобы каждый мог видеть знамение победы Иисуса над смертью. Это событие стало возможным благодаря решимости императора Константина, сына царицы Елены, который несколькими годами ранее, еще будучи язычником, под знаменем Креста Господня победил своего политического соперника. Именно годы правления равноапостольного Константина стали временем обретения церкви свободы исповедания имени Божия. Заканчивалась эпоха гонений на христиан. Через три века после земной жизни Господа и Спасителя, через три века гонений на церковь Христову императором римским, правителем огромной римской евреи, стал император Константин. Вскоре после своего правления, а начало его правления знаменовало его войной с соседним императором. Когда римская импирь была разделена на восточную и западную, такой Константин воевал с императором своим соседом. И в самом начале войны, перед сражением, перед сражением, перед сражением, ночью ему было видение, он увидел изображение Креста Господнего. Ему был голос, что с ним победишь. Наутро, проснувшись там, император, поверил во знаменах своего войска изобразить Крест Господний. И с этим Крестом Господним, с изображением его знаменов, язычник Константин пошел в бой и одержал победу. Субтитры создавал DimaTorzok